Здравствуй, дорогой телезритель! На Первом городском начинается твое... Да-да-да, твое любимое телешоу Вятка Тодей. Это как новости, только чуточку души. А мне в студии Александр Сорокин смотрите в сегодняшнем эфире. Как отмечают День Учителя в 45-й школе. Самая громкая рубрика Вятки Тодей. А также поздравляем с днем рождения кого-кого, правильно, Рамзана Кадырова. Ну, здоровья, конечно, что еще можно пожелать заслуженному работнику физической культуры. И общаемся с самым интересным физиком города Виталием Ломановым. Пусть зерна ума и твоей доброты ростком прорастают прекрасным, Чтоб в радостных детских глазах видел ты, что душу вложил не напрасно. Начнем сегодняшний праздничный выпуск с настоящего виновника торжества. У нас сегодня в гостях учитель физики Виталий Владимирович Ломанов, учитель 18-й школы. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы при параде, я вас поздравляю с праздником. Спасибо большое. Чтобы вы понимали, уважаемые зрители, почему мы позвали именно Виталия, я покажу небольшой фрагментик процесса обучения, который проводит Виталий. Страсти кипят в интернете, но чувства к нему пройдут. Вырастут умнее дети, если себя найдут. На самом деле, когда я вел обычные уроки физики, детям было скучно. Они ерзали, не обращали внимания даже на меня. И я подумал, надо что-то делать. А поскольку у меня есть некоторые артистичные данные, что должно быть свойственно, в принципе, любому учителю, то здесь я их и применил. То есть вначале рассказывал необычно, дополнения какие-то, показывал видеосюжеты, казалось бы, не из этой области, но они были связаны с физикой напрямую. А потом решил и сам, прямо в классе, демонстрировать такие, как бы, фокусы. Ну, потом в ходе урока мы это все объясняли, и все вставало на свои места. Вопрос логичный от лица, не так давно закончился только школу. Но у всех необычных учителей есть какое-то прозвище. Может быть, какое-то... Знаете ли вы, как вас называют ученики? Ну, прозвище у меня может быть, потому что моя фамилия Ломанов, и часто меня сравнивают с Ломоносовым. Вот такое прозвище. Но меня удивила особенно моя младшая дочь. Когда я показывал все эти фокусы физические, она меня назвала богом физики. Это было очень лестно довольно своей стороны. Тогда я извиняюсь, что сижу над вами, а не на коленях. Виталий, расскажите, пожалуйста, сколько лет вы занимаетесь преподаванием физики? Преподавание у меня уже лет 20 идет. Но я параллельно этим еще занимаюсь вот таким творчеством, как видеосъемка. И у меня очень много сюжетов. А давайте мы покажем небольшой сюжет. Это такой, получается, альтернатива Яралашу. Да, Яралаш в том числе. Маленький сюжетик. Вопрос к вам. Как отмечает ваша школа День Учителя? Я знаю, бывают дни самоуправления. Но как-то это все как будто бы было или это еще живет? Ну, сегодня у нас были сокращенные уроки, как в большинстве школ города. И действительно такие... А сколько сокращенные изменить? Ну, три урока всего было. Ага. Из шести. И действительно такие дни, не только Дни Учителя, а вообще приуроченные каким-то праздником, бывает День Самоуправления. И дети с удовольствием меняются местами с учителями и показывают высокие результаты. И мы тоже их снимаем на видео. А вы садитесь на... за парту. А мы сидим за партой, да. Об этом чуточку попозже, Виталий. Но а пока посмотрим, как отмечают День Учителя в других школах. Оксана Стяшкина, специальный праздничный репортаж. Где мы находимся? В школе номер 45. Бойки будете ставить? Да. То есть с вами не договориться? Нет. Мы не подкупные. Вы как-то с ними уже договорились? Нет. Контакты написал. Что написал? Что Дня Учителя поздравил ее. Что-то тебе обеспечит пятерку. Ну, возможно. Как вы развлекаетесь? Чем на переменах занимаетесь? Мы... Некоторые просто стоят, а некоторые бегают. Ну, мы с Данимом хлеб девчонок каждый раз. Деретесь ли вы за гаражами? Прям таких мордобоев не было. Мы только зимой снежками бросались. Мы начинаем урок информатики. Тема урока – социальные сети. Поприветствуйте, пожалуйста, друг друга. То есть ВКонтакте сердечками, а одноклассники... Я тут смотрю, у вас мальчишки есть в классе с музыкатичным? Да. Ну как, кто нравится больше? Кто? А он прогуливает? Ну, вон, Миша нравится. Физик. Ну, с девчонками-то деретесь за него? Конечно. Ну, видите, как раз на Мишу у нас. Санечка претендует очень конкретно. Сразу волосы, сразу колготки рвет, помадой мажет. Играйте ли вы в сифу? В сифу? Ну, да, конечно, тряпкой. Тизер, если это не вызов, спрячь когти и дай мне пять тигр. От счастья до боли, от боли до боя. Но умеете ли вы, как любая современная ученица, делать селфи? Надо только эту палочку для селфи. А без палочки? А без палочки? Ну, попробую сейчас сделать селфи. Так. Нажимаем. Скажите, как вот в день самоуправления вам вообще в целом? Ну, как-то... Вот как-то так. Хороший ответ. Да. Славный исчерпывающий. Да. Спасибо. Учиться, учиться, еще раз учиться и танцевать иногда. Посмотрели, чем живут современные ученики и учителя? Оксана Стешкина, авантюра, программа «Пятка Тудэй». Я знаю, что у вас, помимо как красивого цветочка из оригами, праздничное настроение, вы хотите прочесть стихотворение? Действительно, цветочек подарили мне ученицы, наши любимые, и я его поэтому одел сюда, чтобы показать, что я о них помню. А насчет стихотворения, действительно, я хотел бы поздравить всех учителей Кирова, Кировской области и такое сделать наставление. Дать им наставление. Пусть зерна ума и твоей доброты ростком прорастают прекрасным, чтоб в радостных детских глазах видел ты, что душу вложил не напрасно. Тишина. И в эту паузу логично будет посмотреть рубрику, которая отвлекает от городского шума. А давайте-ка немножко помолчим. А давайте-ка немножко помолчим! Ой, извините, сейчас, телефон. Я не могу разговаривать сейчас, да, на съемке, ага. Извините, я чуть-чуть заново. Все, спасибо большое. Здорово получали. Вам понравилось? Да. А давайте-ка немножко помолчим! В конце программы Виталий нам покажет опыт, который он проводит для своих учеников. Но прямо сейчас мы хотим поздравить не только учителей, но еще и Рамзана Кадырова с его днем рождения. Рубрика от Кировчана. Борода, 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 вас Арман, доктор Хаус, Двинятин и Джигурта. Сегодня свой день рождения отмечает обладатель шикарной бороды и 69 различных титулов Рамзан Кадыров. Человек, чью футболку в Кирове практически не купить. Только выписать за большие деньги. Специально в честь рождения Кадырова поздравление из Кирова. Рубрика «Бородатое поздравление». Борода, 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 Хемингуэй растил, да блатом говорил, да. Девочки, здравствуйте. А не могли бы вы поздравить Рамзана Кадырова с днем рождения? Нет. Что такое? Слушайте, нет. Нет, Рамзана Кадырова не поздравите? Здравствуйте. А не могли бы вы поздравить Рамзана Кадырова с днем рождения? Нет, не хочется. Девчат, не могли бы вы поздравить Рамзана Кадырова с днём рождения? Я должна его поздравить? Ну, не хотите? Нет. А не могли бы вы поздравить Рамзана Кадырова с днём рождения? Мне кажется, надо менять схему вопроса. Поздравляем с днём рождения заслуженного работника физической культуры. Вот что ему можно пожелать? Ну, здоровья, конечно. Что ещё можно пожелать заслуженному работнику физической культуры? Поздравляем с днём рождения мастера спорта по боксу. Мастера спорта, ну, ещё успехов, наверное, спортивных. И чтобы не было никаких у него, наверное, травм. Мы поздравляем с днём рождения героя России. Здоровья. Наверняка он уже много лет имеет жизни. Самого цитируемого российского блогера. Чтобы мысли были ценны, высказывания точны. Профессора, академика, кандидата экономических наук. Чтобы жил долго. Чтобы ещё одну кандидатскую защитил. И шёл по карьерной лестнице выше. Ещё выше. Да. Ну, вот так-то лучше. С днём рождения из Кирова! Поздравляем мы Кадырова! Борода, 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 стал женицын толстой. И света, лобода. Итак, уважаемые дети, мальчики, девочки. Мы присутствуем на открытом первом городском уроке по физике. Виталий Владимирович, пожалуйста, рассказывайте вам слова. Сейчас посмотрим, что произойдёт с энергосберегающей лампочкой, если я поднесу вот к этой сфере. Как видите, она загорается. Хотя на самом деле, держу я её в руке и верну, можно сказать, в свою руку этот патрон. Однако, в чём же дело? Давайте посмотрим. Я нежно стягиваю с этого шара... Я нежно стягиваю с этого шара... этот платок, и оказывается, что это всем известный магический шар. Как же он действует? Оказывается... Как же он действует, спросите вы? На самом деле, тут создаётся высокочастотное напряжение. 30 тысяч герц. 30 тысяч герц. И при этом напряжение составляет 3000 вольт. Так, извините, а можно я вашу руку посмотрю внимательно? Рука у вас обычная. Так, я могу, да? Вроде бы да. Так, пожалуйста. Я... Да ладно, в смысле я... Так, я не верю, это ваша лампочка. Подставная какая-то, давайте-ка проверим на моей лампочке. Можно взять любую лампу, в том числе и люминесцентную. Меч джедая. Так, люк, я твой отец. Виталий. Интересно, если в такую лампу подойти к линиям, высоковольтным линиям электропередач и поднять высоко, но только не касаться проводов, она будет гореть очень ярко. И действительно, можно сымитировать меч джедая и подраться на этих лампах. Я предлагаю эту лампочку вернуть в мужской туалет, эту лампочку вернуть в коридор, сказать спасибо огромное. Виталию Владимировичу, вам спасибо. Спасибо и вам. Поздравляю вас с праздником. И в этой интимной обстановке мы закончим сегодняшний выпуск магии. Это была Вятка Тодей, с Днем Учителя. До свидания. Спасибо всем. Маленькой магии. Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо. Спасибо.